Святитель Иоанн Затаул, избранные беседы о парсинетах в вопросах христианской жизни. Беседа о милосердии и застрадании уподобляет нас Богу. Как воробей, хотя бы он не всем телом попал в сеть, но только одной частью, например, ногой, находится власти поставившего сеть. Так и мы находимся во власти дьявола, хотя бы уловлены были им не всецело и по вере. И по жизни, но только по жизни. Ибо не всякий, говорит Господь, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И еще, никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Матфея 7 глава 21 стих. Видишь ли, что и вера не доставляет нам никакой пользы, если нас не знает Владыка. И Девам тоже сказано, не знаю вас, Матфея 25.12. Какая же им польза от девства и многих подвигов, если их не знает Владыка. И во многих местах мы находим, что люди, нисколько неосуждаемые за веру, наказываются только за порочную жизнь. И напротив, иногда люди, нисколько неосуждаемые за жизнь, погибают за неправильное учение. Ибо то и другое держатся взаимно. Видишь ли, что мы находимся в сети дьявольской, когда исполняем воли Божьей. И не только за всю жизнь, но и за один порог люди часто отвергаются в гиену, если у них нет других равносильных добрых дел. Так и Девы были осуждены не за блуд, или за прелюбодеяние, или зависть, или вражду, или за пьянство, или за неправоверие, но за недостаток Елея. То есть за то, что не творили милостыни. Ибо это означает Елея. И те осужденные, которым сказано, отойдите от меня проклятый в огонь вечный, также были обвиняемы ни в чем-нибудь подобном, но в том, что не напитали Христа. Видишь ли, что и один недостаток милосердия может вернуть в огонь гиенский. К чему, скажи мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те Девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься, но что в этом? Без милостыни и молитва бесплодна. Без нее все не то, все бесполезно. Без нее теряется большая часть добродетелей. Нелюбящий брата своего, говорит апостол, не знает Бога. 1 Иоанна 3, 10, 4, 8. Как же ты любишь его, если не хочешь поделиться с ним чем-нибудь из этих малых и ничтожных благ? Ты соблюдаешь, скажи мне, целомудрие. Почему? Потому ли, что боишься мучений? Нет. Но потому, что таков ты от природы. Если бы ты соблюдал целомудрие по страху мучений, преодолевая такое побуждение и такое насилие, то ты гораздо более мог бы творить милостыни. Ибо не все равно обуздывать страсть богатству или телесному удовольствием. Последнее гораздо труднее. Почему? Потому что последнее удовольствие естественное, посеяное и насажденное в нашем теле. А страсть богатства не такова. Милосердие и сострадание вот тем, чем мы можем уподобиться Богу. А когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны Отцу нашему, вашему. Все это не относится к Богу. И Бог не делает ничего такого. Но что? Будьте милосердны, говорит, как и Отец ваш, который на небесах. Лука 6, 36. Это дело Божие. Если же ты не имеешь этого, то что же и имеешь? Милости хочу, говорит Он, а не жертвы. Лука 6, 36. Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Великие эти дела и достойны Его премудрости. Но ничем Он так не расположил в себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием. А то и сделай Его премудрости, силы и благости. Но гораздо более то, что Он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся Ему? Не поэтому ли мы более благоговеем пред Ним? И Бога ничто столько не исполагает к нам, как Его милосердие. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok